У Гомеля подвели вынники селетней работы господарчика комплекса и оценили готовность сельско-господарчика предприемства у Дажнева. Управнание с отповедным периодом минулого года практически все доведенные показчики оказались больше высокими. У посаджения Аблвыконкамы принял дел наш корреспондент Олег Синцерову. Сегодняшнее посаджение Аблвыконкамы проходит в режиме вида конференции. В принципе, это практика опущенного часа. Такий формат позволяет экономить сроки на автомобильном палеве. И час опущенный тем больше важно, что у регионов еще хапая проблем, которые необходимо выражать. Практично у полови регионов области рост запасов готовой продукции. У трех низкий уровень промысловой вытворженности, а у семи – повеличение количества страдных предприемств. Мясовым выконкамам есть над чем працевать. По великим рахункам, это резерв роста в другом погоде. Прогреты далеко не завсюды отзначены проблемы следствия недопрацовок керониста районов. Для широкобойных предприемств в первую половину этого года час выплаты по кредитам, отриманных на реализацию инвестпроектов, на работу молока перепроцовженных предприемств, негативный уплыв оказала заборона России на поставки белорусской продукции. Разом с тем, у целом по области ситуация достаточно оптимистичная. Запасы готовой продукции – одна из самых низких у Беларуси. За пять месяцев года огольная выручка промысловых предприемств вкала около 9 миллиардов рублей, плюс 28% до уровня минулого года. Середняя зарплата – 970 рублей. Такой основной показатель, который отражает развитие экономики в целом, это валовый региональный продукт, сложился у нас на уровне 104,3. Темп роста за январь-май. Основной вклад в данный показатель внесла промышленность, которая у нас занимает валовым региональным продуктам и значительная позиция. То есть более 40% формирует промышленность, экономику области. И, в принципе, темп роста производства продукции промышленности по индексу физического объема составил 106,4%. От пытания в развитии промысловости до деятельности аграрного сектора сегодня сельско-господаршее предприемство протягивает под ростовку до жнива. Сгодно с започной информацией областей Гасхарчу готовность к кормоуборочных комбайнов – 85%, зернеуборочных – 51%. Правда, и убирать все лето придется меньше, чем летость. У вынеку засухи посевы зерневых загинули на больше 60 тысячах гектаров. По мягчимости их выкористали у якости корма живелы, а палетки засеяли кормовыми культурами. Все лето на одну умоную клаву живелы на Гомичне плановится нарктовать свыше 30 центнеров травянистых кормов. Это полуторагодовый запас. Поколь, сомнений у выконания этого задания не возникает. Травы первого коса дали, в принципе, неплохой уже урожай. Влага в вещений период была, поэтому отрост трав был неплохой. 127 тысяч гектар мы, в принципе, скосили, справились с кашением травм первого коса. Из них заготовили более 90, около 100 тысяч тонн сена, около 450 тысяч тонн сенажа. Но это больше уровня прошлого года. Олег Синдеров, Игорь Мариченко, телерадио «Компания Гомель».